Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия понедельника, первый совместный эфир. И, как и всегда, говорим о технике, о фундаменте, о рыночных возможностях. Подсказываем, друзья, для тех из вас, кто следит за нашим контентом, как и что сейчас можно на рынках использовать, как действовать, какие торговые сделки открывать и какие решения принимать. Все основные отчеты, опять же, большинство основных отчетов, на которые реально стоило бы обратить внимание на прошлые недели, они уже пришлись на четверг. Там очень много статистики было в среду. Индекс цен производителей, как еще один доп. релиз по показателю инфляции. То есть, сегодня у нас есть возможность посмотреть назад и вот разобрать, опять же, вот этот новостной фон. Я предлагаю, собственно, это и сделать. Придем, давай начнем с меня и с демонстрации экрана прямо с индекса доллара. Так, ну что, прошлая неделя, именно оставшаяся часть, когда мы с тобой еще ждали эти фундаментальные события, это заседание Европейского Центрального Банка. Было сейчас, когда про евро буду комментировать, объясню, что там было интересного, расскажу. Заседание Банка Канады, от которого тоже ожидали фактические решения по ужесточению политики ровно-процентных ставок и дождались. Ну, сначала пару слов про индекс доллара, который под припаткальных выходных, как мы видим, сегодня приободрен духом. Собственно, локальное восстановление продолжается. Тенденция тренда восстановительных. 100.65 пунктов мы видим сейчас. И тоже вкратце для тех, кто за долгосрочные сделки, я рекомендую пока что все-таки индекс доллара рассматривать в числе тех активов, которые на долгосрок стоит покупать. Потому что впереди решение по росту процентной ставки, даже если предположить сейчас, что вот этот прогнозируемый шаг, ее повышение ставки на 50 байсных пунктов, эта тема уже избитая. Все, кому не лень об этом говорили, говорят и, наверное, будут говорить. То есть все дисконтировано уже в стоимости. Я согласен с этим. Но все-таки не стоит забывать, что параллельно с процентной ставкой будет еще анонсировано начало программы количественного на хуже значения. Объемы тоже, Виталий, мы с тобой обсуждали в том же раз, но скорее всего это до 95-100 миллиардов долларов в месяц. Там время покажет, насколько эта программа будет увеличена впоследствии. А увеличивать ее придется, потому что при этом текущего баланса на полный выход из этой программы понадобится около 9-10 лет. Конечно же, у ФРС нет столько времени, поэтому темпы будут изменены. Индекс доллара смотрится вверх. Не знаю, что можно сейчас говорить в противовесе этому. Может быть, какие-то локальные технические паттерны. Это да. В любом случае, если будут уровни для захода в лонг с более низких ценового значения, ну, считайте, друзья, что это подарок. Можно использовать, чтобы впоследствии получить еще больше профита. Так, а теперь, что касается... Да, а вот момент. Я, в принципе, с тобой согласен по поводу инфляционных рисков и так далее. А вот прошлый недельный отчет по инфляции, который был в США, там были данные по инфляции. Они выросли, как ты, в принципе, ожидал. Выше ожидание было CPI. А вот данные по базовой инфляции, они были чуть ниже. Заметил? Вот там ожидали, если ошибаюсь, 0,5, оно вышло 0,3, базовая инфляция. Да, основной показатель вырос на целых 0,1%. Да, да. То есть есть в некотором сегменте есть замедление инфляции. Возможно, скажем, там, если не ошибаюсь, по поддержанным автомобилям немножко снизилась инфляция по продажам, там даже немножко ниже и еще там по некоторым направлениям, не помню. Но есть некоторые, скажем, моменты по замедлению. И, возможно, вот эти факторы со временем будут, если не будут, там, наравне, да, болтаться. Или, скажем, на понижение, то, возможно, не будет таких, скажем, истребильных заявлений по поднятию ставок. И, скажем, вот, как бы, возможно, это повлияет немножко, скажем, на... Да, такая точка зрения тоже есть. Да, плюсы и заложенный вот этот момент, как ты отметил, что если рынок закладывает вот эти все моменты, и когда уже по факту там ставку поднимают, оно, скажем, идет в обратную сторону. Вот, как бы, это первый момент, и второй, вот это по поводу базовой инфляции. Возможно, она тоже как-то повлияет в долгосрочной перспективе. Да, действительно, есть точка зрения, что замедление роста базового индекса потребительских цен на основании тех компонентов, вот, которые ты сказал, это предвестник того, что инфляция уже пик своего достигла и, типа, дальше не будет расти. Вполне может быть, наверное, те, кто сейчас отвечает за монетарную политику и за стабильность цен в США, они молятся на это, чтобы как раз пиковые значения уже были, потому что еще большего перегрева. Ну, с ним экономики США, как и любой другой экономики, будет сложнее. А если не ошибаюсь, что-то недавно читал на днях новости, что Байден кого-то пытается заменить Пауэлла, да, или нет? Вот это мне неизвестно. Да, где-то я читал в какой-то новостной ленте, что кого-то хотят на новую должность в ФРС поставить, или не слышал такого нет. По поводу, есть еще вопросы к кандидатурам заместителя председателя ФРС. Вот Лайд Брейнард, да, она вроде бы как, ну, уже палатами Конгресса, там обеими палатами уже принята, согласована как кандидат. Но официального еще решения нет. Поэтому, кто знает, может быть, какие-то кадровые перестанутки все-таки впоследствии и будут. Короче, показатель инфляции действительно очень важен. Для американского регулятора один из основных столпов вот принятия решения по процентной ставке. Мы, соответственно, с Виталием следим за инфляцией, как и все, каждую неделю. Поэтому, если будут какие-то апдейты, будем адаптироваться, будем корректировать, разумеется, рекомендации сделки и идеи. Конечно же, я не буду спорить с тем фактом, что если в конечном счете пиковые значения по инфляции будут сейчас достигнуты уже, и дальше потребительских цен пойдет на спад, то на рынке очень быстро появятся спекуляции относительно того, что американской экономике уже и не нужно вот этих там от 6 до 8 повышений процентной ставки. А можно будет отделаться более скромным ужесточением политики. Это, конечно же, приведет к снижению курса доллара. Согласен с этим, эта точка зрения альтернативная. Но пока что есть то, что есть. Тем более, что сохраняется вот эта угроза тотального энергетического эмбарго, который может быть наложен на российскую экономику, что отразится на, разумеется, глобальном предложении, что повлияет на ценовую конъюнтуру всех активов, которые относятся к категории энергетического сырья. И в конечном счете, кто знает, может быть, инфляция выйдет на совершенно немыслимые уровни, запредельные. И основная инфляция, и потащить за собой потом касательно еще и базовые значения. Ну, не только там на нефть, скажем. На все сырьевые активы. Да, на все сырьевые активы, и в принципе прогнозируется достаточно такое, скажем, в этом году и в следующем по зерну, там, по пшенице и так далее, вот по этим направлениям. И уже вон даже есть заявление по поводу возможного голода в этих странах, там, Африки, Ближнего Востока и так далее. Поэтому вот эти все сырьевые активы, инфляция, в принципе, будет бить по всем, по всему миру. Так, ну что, по поводу других финансовых активов. Пара евро-доллар, 1,08, мощный уровень поддержки сейчас, но это еще не та цель, которую лично я хотел бы увидеть. Я рассчитывал на планку 1,07 и по-прежнему считаю, что этот уровень все-таки будет сделан в ближайшее время. Заседание Европейского Центрального Банка. В принципе, как и ожидалось, каких-либо коррективов внесены не были. Ставки прежние. Программа количественного смягчения, она продолжится до конца третьего квартала. После этого ЕЦБ может рассмотреть возможность повышения ставки. Но даже если это произойдет, это в лучшем случае повышение ставки в сентябре. То есть те, кто рассчитывал на несколько повышений ставки ЕЦБ, это уже расчет неверный, потому что нет времени столько у европейского регулятора. Ну и Лагард отметила, что не стоит полагать, что Европейский Центральный Банк пойдет по тому же самому курсу, что и проще регуляторы, которые сейчас повышают ставку. Потому что экономика еврозоны совершенно в другом положении. Из-за чрезмерной уязвимости от поставки отдельных категорий сырьевых активов. Из-за того, что экономика еврозоны сейчас дисконтирует самые вот эти значительные риски, связанных с конфликтом в Восточной Европе. И, как она отметила, на вопрос об аналогии действий ФРС и Европейского Центрального Банка не стоит сравнивать, как она сказала, яблоки с апельсинами, по-моему. Ну, такой интересный, в общем, момент, который доказывает то, что ЕЦБ останется в стороне от действий прочих регуляторов по активному ужесточению. Поэтому, если ЕЦБ не планирует повышать ставки, я не планирую пока евро выкупать. Также по поводу Европейского Центрального Банка, а точнее по поводу евро. Это вот крестение второй тур выборов во Франции. Мы через неделю, соответственно, в понедельник с тобой обсудим, как они пройдут. И в итоге, кто станет победителем и следующим президентом от Франции. Вероятность того, что это будет Макрон, но она очень высокая. Скорее всего, Макрон сохранит с собой эту позицию. Я бы даже в этом не сомневался. Но спекуляции на тему того, что Мари Репен может его обойти, они состоятельные сейчас, потому что мы видели результаты первого тура голосования. 28 и 23 процента, но в политическом плане вроде бы как-то большая разница, но и не такая уж и большая, если Мари Репен сейчас сможет все-таки переубедить тех, кто еще не голосовал, что можно дать ей шанс посидеть в президентском кресле и попроводить свою политику, которая будет касаться многих вопросов. Короче, я пока что в этом вижу политический риск тоже, и считаю, что, исходя из этого, евро будет поизвимым для дальнейшего снижения. Рынок нефти 111.64, ближайшая цель 120 долларов за баррель. Шестой пакет финансо-экономических санкций, вроде бы как еврокомиссия его уже практически проработала. Он может касаться и крупных российских банков, которые еще не попали под эти санкции, и вот этого энергетического сектора тотально уже. Не только уголь, газ, нефть, в общем, полноценная эмбарго, которая когда-то была введена против Ирана и Венесуэлы. Посмотрим, к чему все это приведет, но в любом случае, друзья, на риск дефицита предложения он работает таким образом, что трейдеры, инвесторы, спекулянты и все, кто следит за рынком нефти, реагируют на этот шок тотальными, мощными такими агрессивными покупками. И я думаю, что при таком сценарии все-таки бренд может добраться не только до 120, а локально мы увидим уровни гораздо выше. Поэтому здесь сделка прежняя, траектория роста и покупки. Золото тоже самое. 2000 долларов за тройскую комнату – это цель, которая была ранее обозначена, она остается актуальной. И золото по-прежнему покупают, потому что золото – это и страховка от инфляции. Мы с тобой уже обсудили много про инфляцию и понятно, почему золото пользуется спросом. Очень много подтверждений того, что золото скупают институционалы. Это отчерт CFTC, это приток средств ВТЕ фонды, это покупка инвестиционных монет. По данным американского монетного двора, 517, по-моему, тысяч тройских функций было куплено в виде инвестиционных монет. Это рекорд с 1999 года. Ну, я, в принципе, разделяю точку зрения тех, кто сейчас считает, что золото не просто будет расти, оно легко может обновить новый максимум исторический. Почему бы нет? На фоне повсеместного роста инфляции и когда оно реально растет, ну, почему бы его не купить? Поэтому здесь лонг остается. Так, и доллар-канадец. Была сделка, так, в прошлый раз с целостоп с уровня 1,2590. В моменте мы тестировали поддержку 1,25. Я ждал, что будет еще более глубокое снижение, не фиксировался и, к сожалению, вот в итоге вышло по безубытку, хотя профит мог бы быть более значительным. Те, друзья из вас, кто в этой сделке участвовал, но не закрывался по тейк-профиту. Я, в принципе, за то, чтобы канадский доллар дальше укреплялся, потому что растет нефть. Банк Канады повысил ставку впервые за 20 лет на 50 байсных пунктов и анонсировал, что с 25 апреля, то есть фактически с следующего вторника, запустил программу количественного ужесточения. Мне кажется, это первый регулятор, который я перешел от программы количественного смягчения, точнее, от слов к делу. И фактически вот дорожную карту дал того, как будет сокращаться баланс. Думаю, что в перспективе все-таки 1,23-1,24 мы увидим, но пока что вот локально в этой сделке я участвовать не буду. Есть другие инструменты, которые я только что озвучил, где есть больше шанс получить профит уже на такой короткой дистанции. Виталий, слово тебе. Спасибо. Итак, всех приветствую. Давайте пройдемся по прошлонадельным рекомендациям и дам какое-то видение по новому и по запросам тем, которые пишут, скажем, ребята. Итак, индекс S&P 500. В прошлый раз практически в текущий месяц апреля я рекомендовал его только шортить. Практически каждый выпуск я его советую шортить. И в прошлый раз аналогично. Советовал ниже уровня 44,65 шортить, то есть попоза вот этот уровень ставить. Где-то в среду в районе 44 с копейками я советовал шортить. Если чуть выше будет, то тоже аналогично опробовать шортить. Локально мы, в принципе, отпадали. На дальнейшем, что можно сказать по данному индексу, в принципе, он дальше смотрится вниз, ниже уровня вот этих минимумов 43,80. Возможно, дальше продолжать рассматривать снижение данного индекса, ну, каких-то новых, скажем, точек входа. Можно пробовать, но чем мы ниже, ниже по данному индексу находимся, тем у нас шансы, что пойдет какая-то коррекция или сильный рост у нас, скажем, увеличивается. Поэтому, кто ранее шортил, обязательно фиксировать и, скажем, подтягиваться по стоп-лоссы там без убыток и так далее. Поэтому, кто этот апперель не соснижен хотел, поэтому, возможно, с текущих, скажем, но здесь уже стоп-лоссы будет побольше. Получается, какие-то за пятничные максимумы, в районе там 44,80. Возможно, слайд. Поэтому я бы пока воздержался до каких-то новых произведений, потому что здесь, возможно, и какой-то рост выше вот этого уровня. Дальше. Что у нас было по биткоину? Аналогично. Здесь говорил о возможном шорте на пробой вот этого минимума. То есть мы его пробили только сегодня. Немножко сходили вниз. То есть практически там сколько? 800, 800 долларов где-то. Немного, но пока тоже потенциал снижения сохраняется ниже этого уровня поддержки. 39,800. Кто ранее не шортил, то есть, напомню, аналогично. Здесь апрель я советовал шортить. Еще на хороших таких значениях возможно было зайти в шорт. То есть в районе там 46 тысяч. Мы сходили до 39, ну условно там до 40. То есть это 12-15 процентов мы практически сходили вниз. Достаточно много. Дальше вижу аналогичное снижение, но тоже аналогично мы отпадали достаточно сильно. И здесь тоже в любой момент может начаться коррекция. Здесь биток иногда очень ходит криво. Скажем, вот здесь падение и потом какой-то рост. Поэтому нужно быть осторожным, соблюдать риск-менеджмент. Дальше, что еще было? Рекомендация была по долоту. Она пока не сработала, но я давал, скажем, лимитами на опережение. Так как здесь еще отметил был в прошлый раз, что есть поджатие по данному инструменту. Пока здесь каких-то признаков сильно на шорт возле уровня 1965 нет. Оно, в принципе, и видно. То есть мы закрывались выше только. Поэтому пока возможен рост. Я бы только рассматривал снижение золота, если мы снова уйдем ниже 1965 долларов за унт. То есть если здесь будет какой-то ложный пробой, то возможно рассматривать по данному инструменту. Также индекс доллара аналогично ниже уровня. Я выставлял лимитку, но пока мы до него не дошли. То есть на уровне 99.30. Я рассчитывал на какой-то ложный вынос, такую бычью ловушку для всех покупателей. И аналогично дальше ставлю лимит на 99.30. Если мы уйдем ниже, то возможно здесь будет какое-то снижение. Но пока признаков каких-то сильных нет на снижение. Я пробовал на прошлой неделе. Здесь был такой небольшой заходной импульс, но он слаб. По сравнению, он даже не перекрыл предыдущее движение. Поэтому достаточно рискованно. Поэтому пока с текущих я бы выдержался от шартов и не буду пока это советовать. Дальше. Еще были вопросы по натуральному газу. Ребята какие-то аналогично как в прошлый раз NASDAQ там шартили. Без стоп-лосса аналогично как сейчас кто-то там шартил натуральный газ. Здесь аналогично. Никаких признаков. Я пока не нижу на снижение. Я не помню на каких значениях там. Парень заходил, но сейчас посмотрим. Парень заходил на уровне 7.21. Как видим, это просто ловля, скажем, какого-то максимума. Видим, идет рост. Бычи достаточно сильный. Если будет какой-то заходной сильный импульс вниз, скажем, по примеру, как было в прошлый раз, когда аналогично мы росли-росли и начнутся какие-то сильные сливы по натуральному газу, как вот здесь пример, какие дневные бары сильные вниз, там два-три атера, то это возможно будет предвестником того, что у нас начнется какое-то коррекционное движение или разворот тренда. Пока на текущий момент говорить, что мы где-то здесь упадем, очень сложно. Тем более, у нас это исторические пики. Поэтому здесь пока смотрится на рост, точных входов в шорт я не вижу. То есть изучите, как разворачивается тренд. Вот аналогичный период был, как вот здесь. Это осенью текущего года. Осенью аналогично в 2018 году. Если идет сильный всплеск наверх, то нужно ждать подтверждения. Не просто ловить, потому что цены дорогие. Да, возможно, словить какой-то максимум, но это достаточно чревато. Потому что инструменты могут сидеть на 50-100% и так далее. Что касается натурального газа. Поэтому пока не дам, скажем, нятность, что мы сейчас там уровня 7,50 или 8 развернем. Все возможно, но это пальцы в небо. Дальше, мне кажется, интересная картина рисуется по китайскому индексу. Здесь довольно произошла интересная картина. Во-первых, с фундаментальной точки зрения, я думаю, ты знаешь, что там достаточно был сильный локдаун. В некоторых городах Китая, Шанхай, если не ошибаюсь, или других, возможно. Но я так сильно не следил. Но я, скажем, догадываюсь, почему в Китае был сильный ковид, а в других странах Европы или Америки его нет. Чтобы не помогать некоторым странам. То есть у нас ковид никому не помогает. Плюс сегодня уже читал, что уже идет ослабление вот этого ковидных ограничений. Уже начинают работать, скажем, порты, потому что достаточно там было все закрыто. Плюс с монетарной политики, уже не помню, что там было, но тоже какие-то сильные новости, кто интересуется, может почитать. С технической точки зрения здесь образовался достаточно мощный импульс наверх, образовался уровень поддержки откатной 7139. И следить за этим уровнем, выше этого уровня, возможно, скажем, набирать какие-то покупки мы достаточно уже сильно, как видим, отпадали. Плюс такой появился выброс цены вниз, вы откупили, что-то похожее было, скажем, в марте, то есть это на вот этих на ковиде в 2020 году тоже такой плеск вниз. Вверх, ну здесь картинка чуть получше, но посмотрим здесь что-то тоже такое рисуется. Поэтому здесь среднесрочно возможно закупаться по данному инструменту выше 7139, покупки со стоп-лоссом примерно в районе 69-50. Возможно, мы еще сюда сходим каким-то ложным выносом, поэтому потом можно будет перезайти, если мы обратно вернемся выше уровня, то есть пересиживать убытки, потому что анализ может быть ошибочен, и мы уйдем вниз и, скажем, будете сидеть там еще полгода, год-два в просадке. Поэтому, возможно, этот индекс рассмотреть или аналогичные китайские акции, которые, если кто-то торгует акциями, я думаю, там аналогичный должен быть паттерн по всем инструментам. Поэтому здесь возможен какой-то разворот и, скажем, не исключаем по фондовому рынку и других стран что-то аналогичное может быть. Потому что, если смотреть на сантимент по рынку США, то сейчас в основном такие, как хедж-фонд и ритейл, то есть частные инвесторы, они, скажем, распродают акции. Но мы знаем, что в текущем году крупные компании США, у них есть планы на выкуп акций, то есть байбеки, то есть там сотни миллиардов долларов будут влиты в рынок. Ну, возможно, мы еще какие-то максимумы покажем по рынку, как вариант. Посмотрим. Пока у меня все. Спасибо, Виталий, за рекомендации, сделки, идеи. Получается, ты прям пробежался по всем сегментам финансовых активов. Я думаю, что точно даже самому требовательному сейчас нашему подписчику ты смог угодить, поскольку много активов рассмотрят. Ну что, неделя только начинается. Я бы не сказал, что она будет прям интересный на отчет. Так пробежался по экономическому календарю, там буквально раз-два из этих отчетов и все. Не такая, конечно же, прошлая. Но мы знаем, какой новостной фонд сейчас тянется глобально на рынке. Поэтому в любой момент эта волатильность может вырасти, стать еще более значительной, чем та, к которой мы привыкли. Поэтому в такой ситуации нужно быть еще более внимательным к X-менеджменту, следить за загрузкой депозитов, ставить стоп-лосс. Это прям такие принципы, постулаты, обязательные моменты вашего трейдинга, которыми не нужно сейчас поступаться и которыми нужно игнорировать. Виталий, еще раз тебе большое спасибо. Соответственно, тоже хорошего у тебя старта недели. И увидимся в среду. Пока. Пока. Удачи всем. Продолжение следует...